Здравствуйте! В эфире национального телевидения ЧВШ и программа «По существу». И сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы, заместитель председателя Думского комитета по образованию Алена Аршинова. Добрый вечер, Алена Игревна. Алена Игревна, в прошлом году депутаты были озабочены тем, что руководство некоторых высших учебных заведений устанавливает плату за проживание в общежитии, в общем-то, несоизмеримую. Ни с доходами студентов, ни с доходами их родителей. Были приняты ряд мер. Насколько они увенчались успехом? Во-первых, был принят закон, подписан президентом, который регламентировал взимаемую плату со студентов и сделал ее вообще более прозрачной. Соответственно, теперь студенчество наше платит только за соцнайм и за услуги ЖКХ. Естественно, мы стараемся сейчас провести мониторинг силами партии «Единая Россия» с тем, чтобы понять, насколько соблюдается законодательство теперь в этой сфере. И, конечно, может быть, параллельно узнать о каких-то дополнительных, может быть, трудностях и проблемах, которые испытывают сегодня студенты. Наша задача подстраховать, тем более, что сейчас непростые экономические условия, от дополнительных посягательств на студенческие карманы. Тем более, что зачастую мы знаем, что студенты полностью себя отдают учебе, нежели работе. И в основном платят родители. В общем-то, это предпочтительнее все-таки. Если студент должен учиться, пусть лучше он учится. Так и должно быть, просто мы сейчас не будем об этом говорить, потому что, как правило, конечно, желательно, чтобы студент уже по профилю занимался дополнительно, может быть, подработкой или что-то. Но об этом уже, конечно, наверное, в другой раз. Но в любом случае, даже если подработки нет, и у студентов он должен быть социально защищен, у него должны быть опоры, в том числе и законодательные, что он должен быть застрахован и должен принимать участие, в том числе и в назначении объема, который впоследствии взимается с них. И это право прописано в законе, в 39-й статье, в пункте 4, где студенчество должно участвовать действительно в формировании этой платы. Но в последнее время неоднократно, уже неоднократно приходилось слышать, что на фоне такого вот неровного поведения рубля и колебания валютного курса, некоторые вузы уже заговорили о повышении стоимости обучения. Не только вот именно каких-то социальных услуг и услуг по предоставлению общежития, а основных. То есть с этим как-то что-то можно сделать или придется отдать эту ситуацию им на утку? На данный момент с чем сейчас вот столкнулись конкретно мы в партии. То есть мы стали получать сигналы о том, что оказывается у ряда студентов в некоторых вузах были договоры в долларах. То есть вот даже такие моменты. Об этом мы не знали, конечно, поэтому получается стоимость их обучения... Я предлагаю речь идет не о государственных вузах. Есть разные сигналы и от государственных, и мы сейчас просто проверяем этот момент. Были кредиты на образование, которые тоже были долларами, например, поэтому сейчас у них получается, что они должны отдавать эти кредиты уже совершенно в другом объеме, в рублевом. Поэтому сейчас мы тоже занимаемся этим моментом. Ну и кроме того, сейчас студенты что самое главное должны знать? Что они уже подписали договор, и стоимость не должна меняться. Потому что если только индексация предусматривается самим договором, если в договоре этой статьи нет, соответственно стоимость обучения будет равна той же, что вы вносили и в прошлом году, и в позапрошлом году. И должна быть ровно пять лет столько, сколько вы учитесь, и она должна быть одинаковой. Поэтому здесь все должны для себя усвоить. Если что-то происходит не так и не по плану, который сейчас озвучила я, соответственно можно подавать сигнал нам, а можно обращаться в прокуратуру. Потому что университет не имеет права на повышение вносимой оплаты за обучение. Но это на срок обучения. На срок обучения, да. Получается, самыми незащищенными оказались первокурсники, которые 1 сентября пойдут, на них-то могут и отыграться. Мы сейчас отслеживаем, и мы должны просто понимать. Мы понимаем, например, происхождение повышения на продукты питания, которые, может быть, откуда-то привозятся. Или, допустим, если сложная структура у этой цены, то есть, например, на это повысилась, поэтому и стоимость этого продукта повысилась. Либо мы его импортируем, например. Соответственно, мы понимаем, что ввезен он по такому эквиваленту, и в рублях мы платим столько. Почему у нас стоимость обучения должна повышаться, для меня непонятно пока. Поэтому мы сейчас проводим мониторинг, и в партии нам будет все ясно, кто собрался повышать, а кто нет. Но мы не рекомендуем повышение. Обсуждая сложившуюся экономическую ситуацию, а ее сегодня обсуждают абсолютно все, с разных точек зрения, под разными углами, программа «Детские сады детям» на фоне экономических сложностей не рискует оказаться свернутой или уменьшенной в объемах? Я бы хотела сказать, что программа планируется у нас пока условно до 2016 года. Соответственно, остался еще год реализации. На этот год предусмотрено сейчас в текущем режиме 10 миллиардов рублей. Поэтому регионы еще полностью не освоили эти средства. Некоторые регионы даже не освоили за 2013 год, но мы умолчим об этом. Самое главное, что Чувашская республика в числе лидеров, то есть по 14-15 садов в год, республика вводила до сих пор. Поэтому хорошие успехи, хорошо отмечены и замечены. Поэтому репутация перед Министерством финансов и правительством, и в том числе перед фракцией Единой России у Чувашской республики очень хорошая. Поэтому мы отмечали, в том числе и координатор проекта «Детские сады детям» в регионе, это Иванов Владимир Николаевич, министр образования в республике. Он даже был отмечен Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, почетной грамотой за благодарностью за то, что в числе других регионов Чувашская республика смотрится наилучшим образом. Поэтому, конечно, это было... За честное выполнение всех обязательств и соблюдение всех договоренностей. Поэтому мы видим, что все-таки республику отмечают в этом направлении. Поэтому, что касается всех обязательств, которые были взяты до этого в полном объеме, они выполняются и на федеральном уровне, и хорошо, что на региональном уровне тоже. Поэтому буквально мы изо дня в день открываем новые детские садики, и они принимают новых детей, и счастливые родители с удовольствием посещают вместе с детьми эти детские сады, и отдают их, уходят на работу спокойнее, потому что детские сады комфортны и безопасны, при том, что эффективное освоение, они еще и не такие дорогие, как в других регионах даже иногда у нас бывает. Что касается дополнительного выделения средств, то пока вопрос не ясен, потому что, как вы говорите, экономические условия и обстоятельства, но в ближайшее время это будет понятно. И я надеюсь, что действительно указ президента будет выполнен от 3 до 7 лет во всех регионах к 2016 году. И из очереди детки будут выбывать. Что касается детей младше, то, конечно, в рабочем режиме нужно будет продолжать строить детские сады, и уровень участия в федерации будет определен. Совершенно точно, о чем есть договоренности на данный момент, что выполняется программа строительства, реконструкции новых детских садов и реконструкции старых садиков. После этого у нас начинается программа строительства и реконструкции школ. В этом республика тоже нуждается. И мы позаботимся вместе с главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым, вместе с моими коллегами, которые представляют регион и в Думе, и в Совете Федерации. И, конечно, с командой уже правительства республики, чтобы все-таки уровень финансирования республики был хорошим. Вот в этой программе. Алена Игоревна, и в завершении последний вопрос. Вы, к сожалению, не смогли присутствовать на оглашении послания главы Чувашия, но, насколько я знаю, уже ознакомились. Что наиболее интересного для себя вы могли бы выделить или, может быть, что-то восприняли как руководство к действию? Послание, правда, очень интересное. И, во-первых, конечно, мы поняли, что это некий такой подытог. Потому что все-таки Михаил Васильевич резюмировал результаты своей работы за эти несколько лет. И мы знаем, что 2015 год в республике выборный. И поэтому я понимаю, что для Михаила Васильевича очень важно подчеркнуть, каких результатов он добился вместе со своей командой на таком высоком посту, как пост главы республики. И очень важно, чтобы не только он отчитывался перед правительством, перед президентом Российской Федерации о показателях. И не только там замечали его успехи. И хотелось бы, чтобы самое главное, это граждане, проживающие конкретно в Чувашии, люди, которые здесь трудятся, по сути, вместе с главой, вместе с командой, каждый над своим профилем, над своей работой. Чтобы это люди замечали самое главное. Чтобы каждый для себя отметил, что да, вот детские сады построены. Что вот, пожалуйста, есть бассейн в ЧГПУ. Вот, кстати, над чем мы еще сейчас вместе работаем, это над тем, чтобы у ЧГУ в 16-м году появился свой бассейн. Поэтому много-много всего. И, конечно, он отметил в послании, что очень много сил было потрачено. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было замечено, да, что была траектория не очень хорошая, что был и демографический спад, и было очень много проблем. Но сейчас эти проблемы постепенно решаются, а многие из них даже решены. Поэтому, конечно, перед выборами главы, и я так понимаю, что и Михаил Васильевич планирует выходить на выборы, и он хотел бы, я думаю, какой-то поддержки. Поддержки граждан, поддержки своей команды, которая, конечно, очень усиленно... Поддержки своего курса. Конечно, которая усиленно трудится над решением многих проблем. И, конечно, мне, например, как депутата, который представляет Чувашскую республику, конкретно в депутатском корпусе, в Государственной думе, конечно, многое видно, что даже подытоживая, резюмируя итоги проекта «Детские сады детям», как себя Чувашская республика здесь проявляла. И в других направлениях очень заметно усилие конкретно главы республики Михаила Васильевича Игнатьева. Поэтому, конечно, вот на это нацелено было послание. Но в целом, конечно, видно, что большой акцент был направлен на спорт. Потому что мы знаем, что сам глава очень спортивный и уделяет много внимания развитию спорта в республике. Но, конечно, это еще и федеральный тренд, потому что у нас очень спортивный президент страны. И, конечно, ему, как главе региона, очень важно поддерживать этот тренд, потому что это очень отмечается. И мы знаем, что здоровый человек – это не тот, кто был вылечен в свое время, и которому была оказана высокотехнологичная поддержка. Здоровый человек – это тот, кто не нуждается в медицине, потому что он спортивный и за собой смотрит и ухаживает ежедневно. Поэтому, конечно, вот этот тренд поддерживается. Другие тоже моменты – сельское хозяйство, поручения были даны. То есть жизнь продолжается. И вне зависимости от того, какие будут политические решения завтра и какой будет выбор сделан гражданами, жителями республиками, гражданами Российской Федерации, есть приоритетные задачи, и в ежедневном режиме они должны исполняться. Мы видим динамику в правительстве, мы видим, как активно очень многое меняется, и репутация очень хорошая у региона. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы этот курс поддерживался, и действительно только совместными усилиями можно многое преодолеть, очень многие проблемы решить. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была депутат Государственной Дома Российской Федерации, заместитель председателя Думского комитета по образованию Алена Аршинова. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин